У православных верующих начался Великий Пост. В течение семи недель верующие будут готовиться к встрече главного праздника – Воскресения Христова. До этого времени, семь недель, нужно будет соблюдать определенные правила и ограничивать себя в пище. Тему продолжит моя коллега Светлана Доброхотова. Светлана, приветствую. Что же это за правила? Добрый вечер, Роман. Вот и отгремели все праздники. Завершилась Масленичная неделя. Теперь Великий Пост. Он начался накануне, 14 марта. Этот день называется «Чистый понедельник». Продлится пост 48 дней и закончится в Великую Субботу, 30 апреля. Давайте выясним, что можно, а что нельзя. Ну и первое. Тем, у кого этот пост самый первый, важно знать. Употребление в пищу продуктов животного мира строго запрещено. Исключение рыба. И то только в определенные дни. Кроме того, нельзя. Алкоголь, молоко, яйца, конфеты, белый хлеб и майонез. Вместо этого можно налегать на фрукты и овощи, грибы, каши на воде, орехи и квашеную капусту. В целом рацион расписан вплоть по дням. Так, в понедельник, среду и пятницу верующие должны придерживаться сухоедения. Иными словами, кушать только растительную пищу, которая причем не подвергалась термической обработке. Трапезничать можно один раз в день, в вечернее время. Но во вторник и четверг можно себя побаловать горячей пищей. Правда, без масла. И то только со второй недели. В выходные верующие могут позволить себе чуть больше. Разрешается использовать растительное масло. Добавлю, первая неделя поста самая сложная и строгая. В эти дни рекомендуется есть холодную пищу. Это овощи, фрукты, соленья, орехи и постный хлеб. Стоит отметить, что эти дни правила касаются только здоровых людей. А вот кому можно не поститься, так это маленьким детям, беременным, больным и людям, чья работа связана с тяжелым физическим трудом. Главное, не забывайте, что Великий пост – это не диета. Роман? Спасибо, Светлана. Тему представила моя коллега Светлана Доброхотова. Спасибо. Спасибо.